здравствуйте дорогие мои друзья и гости канала сибирская дача на родниках сегодня я хочу вам показать какие семена томатов я приобрела для посева в этом 2022 году семена я в интернет магазинах ни в каких не заказываю покупаю в обычных садовых магазинах люблю зимой когда еще не начался основной посевной сезон и можно спокойно походить пошуршать пакетиками в магазинах выбрать какие-то новиночки почитать характеристики вообще не спеша а живу я в сибири в городе красноярск и соответственно овощные культуры выбираю которые адаптированы к нашим сибирским условиям позднеспелые культуры я не покупаю и не выращиваю потому что считаю что смысла нет нашей полосе их выращивать потому что урожая можно и не дождаться а сейчас я вам покажу томаты которые мне очень нравятся которые сажаю для раннего урожая хочу поделиться с вами томатами которые мне очень нравятся которые я высаживаю для раннего значит урожая это томат катя томат снеговик это раннеспелые гибриды детерминантные выращиваю я их в открытом грунте высеваю начинаю высевать их с января месяца вот сегодня я уже положила на проращивание семена и уже к середине июня получается мы кушаем свои томатики значит выращиваю я их в пакетах из-под грунта они очень хорошо в них себя чувствуют хорошо растут вот удобряю гуматом калия вот и очень они мне нравятся плоды не крупные кругленькие вот на картинке показано что они красные у меня они были не красные а такой цвет у них был как орань оранжево-красный вот такой вот яркие достаточно мякоть у них сладкая они такие плотненькие плодики не растрескиваются очень вкусные я томаты люблю вообще разные неважно там мясистый не мясистый люблю любые вот но а для раннего созревания самые лучшие в моем случае это катя и снеговик также хочу в этом сезоне попробовать балконные сердечки от агрофирмы премиум вот поэтому все потом покажу какой будет у меня результат как они у растут в общем для раннего урожая выбираю катю снеговик снова в этом сезоне 2022 года основной свой обзор томатов на 2022 год хочу начать с агрофирмы сибирский сад и хочу представить томат казанова в прошлом сезоне когда я делала обзор своих томатов на 2021 год одна из моих подписчиц зрительниц моего канала посоветовала мне томат казанова за что я ей очень благодарна очень вкусный томат это гибрид сейчас же много гибридов с улучшенными вот вкусовыми качествами поэтому вот казанова знаете чем мне понравился тем что от плодики примут как нарисованы они здесь точно такие же вот и созревают также но даже вот в технической спелости они сладкие вот сама лично я попробовала еще вот не поспевший томат а он уже сладкий они не мясистые они такие они такие какие-то знаете плотненькие и в то же время вот прям вкусные вот вкусные вкусные даже даже я не знаю вот просто я советую кто еще не сажался томат казанова просто попробуйте посадите вы не разочаруетесь в этих томатах плодиков много вырастает он вообще он высокорослые пишут что но у меня наверно где-то был метр шестьдесят очень мне понравился томат видимо не видимо низкорослые достаточно урожайный томат гибрид вот много плодиков у него завязывается плодики такие округлой формы они такие розоватые мякоть у них такая достаточно вкусная сладковатая и в то же время присутствует такая кислинка небольшая вот поэтому в этом сезоне я снова буду их высевать томат сенсей высевать буду уже третий год очень мне нравится это крупноплодный томат вот тоже достаточно урожайный ну не знаю даже что еще добавить в общем снова в этом сезоне я с ним очень он мне нравится и снова буду высевать томат санька я очень люблю это прямо очень ранний неприхотливый достаточно урожайный томат плодиков очень много созревает есть люди которым он не нравится мне нравится так как я уже говорила что я люблю разные томаты не только сладкие мясистые крупноплодные но и люблю такие вот как санька он достаточно он же такой среднего размера томатик и поэтому в нем больше присутствует кислинка и он достаточно плотный он не мясистый он такой плотненький томатик у него очень хорошая лёжкость и мне он нравится и в салатах и просто свежем виде покушать его вот поэтому в этом сезоне санька тоже будет высеваться томат батяня мне очень нравится томат который в себе вот собрал все самые лучшие качества это и то что он раннеспелый и крупноплодный и вкусовые качества у него вкусные прям вот очень нравится мне этот томат батяня снова в этом сезоне у меня томат демидов он такого среднего срока созревания чем он мне нравится тем что это такой знаете достаточно коренастенький такой томатик и плодики у него такие вот один к одному и он больше салатного типа вот очень мне нравится он же низкорослый и вот когда томатики начинают созревать просто вот он увешан и такой вот окраска листьев у него такая темно-темно зеленая и вот эти вот томатики висят особенно когда они начинают созревать это просто вот сочетание цвета очень вкусный томат мне нравится томат лентяйка уже на протяжении трех лет я его высеваю очень мне нравится низкорослый достаточно скороспелый вот томат вкусовые качества достаточно вкусный такой мясистенький вот и ну на самом деле такой томат это же низкорослый томатик почему называется лентяйка посадил и забыл как говорится посынковать не надо растет прекрасно завязываемость завязываемость прекрасная и созревает тоже в общем идеальный для выращивания в открытом грунте очень мне нравится томат лентяйка ультра скороспелый томат очень мне нравится его я тоже высевая уже на протяжении нескольких лет очень ранее посынковать подвязывать не надо отлично завязывает плоды срок созревания у него достаточно ранний плодики такие плотненькие красненькие и у него он очень хорош в салатах и очень хорош в консервации нравится мне его раннее созревание очень нравится мне этот томат в этом сезоне снова я буду высевать ультра скороспелый томатик хочу показать два томата от уральского дачника это чудо лентяй и не забудь не хлопот это очень неприхотливые такие томаты вот как говорится посадил и забыл как как вот написано не забудь не хлопот и чудо лентяя вот они даже вот одинаковые вот посмотришь на картинку они прям одинаковые когда они растут тоже у них такой достаточно компактный кустик высотой от 40 до 50 где-то примерно сантиметров и плодиками увешан увешан прямо очень нравится мне такие неприхотливые сорта чудо лентяя и не забудь не хлопот низкорослые детерминантные раннего срока созревания достаточно урожайные гибриды вот от уральского дачника в этом сезоне снова буду высевать их сейчас немножко покажу какие черрики я буду высевать в этом сезоне черри банана очень нравится он достаточно высокорослый и в то же время прям много у него плодиков завязывается очень хорошая завязываемость мини размер и фруктовый вкус плода вот тут вот бананы вот он пахнет так но не не сказать что бананом он пахнет он просто имеет форму как бог банана вытянутой такой ну такой как солнышко сладковатый сладковатый такой вот этот маленький размерчик вытянутые прям вот маленькие маленькие бананы чики такие очень вкусный автомат черри банана очень нравится черри оливка детерминантный томат неприхотливый очень многоплодной вкусные очень Такие вот тоже маленькие томатики, украсят любое блюдо, хорошее в консервации и для вяления, для сушения. Вот очень вкусный черри оливка, очень вкусный томат. Томат горшичный красный, также ранний, низкорослый и выращивается как горшичный. Вот томат горшичный красный. Томат пуговка, он такой знаете декоративный вид имеет, очень урожайный, очень многоплодный, раннего срока созревания, очень вкусный черри томатик. Черри томат шоколадные яблочки и черри золотые яблочки. Вот как нарисовано, как показано на картинке, вот они точно такие же, вот шоколадного цвета и желтого, прям такие желтые-желтые солнышки. Тоже очень вкусные, вкус такой насыщенный, сладковатый, ну как все черрики, в основном же они такие вот маленькие, сладенькие, поэтому тоже достаточно урожайные и очень вкусные черри томаты, золотые яблочки и шоколадные яблочки. Желтая жемчужина, желтая, вот посмотрите какие яркие-яркие, зеленая, очень зеленая листва, ее просто даже вот из-за томатов не видать. Можно выращивать на балконе, на подоконнике, либо на даче в каком-то большом кашпо. И вот очень урожайный от фирмы Седек, очень вкусный томат черри. И томат балконное чудо, практически такой же, вот он как желтая жемчужина, вот. Также урожайный, низкорослый для выращивания в домашних условиях, как на балконе, на подоконнике. И также можно увезти на дачу, посадить в большое кашпо. Будет радовать все лето, потом можно забрать осенью домой. И дома еще до самого нового года будет нас радовать своими плодами. Очень вкусный томат балконное чудо. Еще одна из моих подписчиц прислала мне семена томатов, которые я хочу вырастить в этом сезоне. Это семена томата оранжевый земледелец и томата малиновый земледелец от агрофирмы Партнер. Вот они. Это низкорослые, раннеспелые урожайные гибриды. Вырастают высотой где-то 60 сантиметров. Относятся к виду черри. Вот. Имеют такой сладковатый вкус, очень сочные. И достаточно устойчивые к заболеваниям. Поэтому в этом сезоне вот хочу попробовать вырастить и оранжевый земледелец, и малиновый земледелец. Хотя бы по два томатика. В этом сезоне также хочу попробовать вырастить томат Пень от агрофирмы Семена Алтая. Раннеспелый полудетерминатный гибрид. Имеет плотные плоды. Преимущественно салатного назначения. И производители нас заверяют, что этот гибрид суперурожайный и усыпан плодами, как пень, грибами. Вот. Попробуем, что такой за гибрид интересный с названием Пень. Еще одна новинка от моей подписчицы. Это томат Дрова агрофирмы Аэлита. Средний ранний низкорослый томат. Где-то высотой от 40 до 60 сантиметров. Плоды достаточно мясистые, сладкие, хорошо хранятся. И также плоды, что самое главное, не растрескиваются. Поэтому хочу попробовать данный вид томата. Новинкой также 2022 года это томат Вано агрофирмы Аэлита. Ранний высокоурожайный низкорослый гибрид. Достаточно крупноплодный, вкусный. Хорошо переносит различные погодные капризы. Вот. И производители нас заверяют, что он неприхотлив к почве. Ну вот попробую в этом сезоне. Томат Ликопинчик агрофирмы Аэлита. Тоже очень ранний гибрид. Детерминатный. Высотой где-то 60-70 сантиметров. Плодики достаточно плотные. Сочной, сладкой мякотью. Также будут новиночкой этого сезона. И последняя новинка, которую я хотела бы поделиться с вами. Это томат Майкл Полан агрофирмы Сибирский сад. Это экзотический зеленоплодный томат. Имеет десертный вкус. Он среднеспелый, полудетерминатный. Плоды имеют грушевидную форму с носиком. И у него такая сладкая мякоть. И цвет такой у нее изумрудный. Вот. Такие вот новиночки. Ну вот, друзья, я вам показала и рассказала те семена томатов, которые я буду высевать в этом сезоне. Те, которые мне понравились. Которые я уже неоднократно сажала. И новинки, которые я как приобрела сама, так и мне прислала моя подписчица. Спасибо вам, Татьяна, огромное за томаты, которые вы мне прислали. Попробую их высеять в этом сезоне. Обязательно поделюсь тем, что и как у меня вырастет. Ну а на этом я с вами со всеми прощаюсь. Всем желаю удачи. И всем желаю добра. До новых встреч. Увидимся на канале Сибирская дача на родниках. Всем пока-пока.